Сделать буду я, смотреть будете вы, ну и подсказывать по мере того, кто что знает, а главное может объяснить. Итак, первое, первое, склеили колечко, да? Склеили колечко. Скажите, пожалуйста, вот два конца, склеила два конца, да? Получили колечко. На самом деле, я тоже могу взять два конца и тоже склеить, и тоже склеить, и тоже склеить эти два конца. Но объекты у нас получились разные. Мы с вами по ходу того, что мы будем делать, будем писать свойства наших объектов. Какими свойствами они обладают. Давайте смотреть, какими свойствами обладают. Я взяла фломастер и свое колечко. Первое, да? Где два конца, склеили. Поставила точку, начало обхода. И поведу свой карандаш посередине полосочки. Понятно? И повели черту. Ну, вот на этой линии я, пожалуй, остановлюсь пока, да? Потому что хочу показать другую полосочку бумаги. Смотрите. Специально для данного кружка я принесла лист бумаги, которая с одной стороны окрашена в красный цвет, а с другой белой. На самом деле это без разницы. Окрашена бумага или не окрашена. Свойства, они одинаковые. Только здесь это наглядно показано. Увидели? А здесь нет. А что наглядно показано? Наглядно показано, что если я возьму свой листочек бумаги, то мой карандаш, как бы он ни бегал по этой полосочке, увидели? По этому листу бумаги, какой бы формы он ни был, этот лист бумаги, не может перебраться на белую сторону. Увидели? Не иначе, чем перелезть через край. Чтобы моему фломастеру, видите, гуляет, попасть на другую сторону полосочки, приходится перепрыгнуть через край, перелезть. Только так он может попасть на белую сторону полосочки. Безусловно, если берешь бумагу, которая с двух сторон белая, это свойство так не видно. Но, тем не менее, оно все равно есть. Если у меня бегает карандаш по этой бумаге, то единственная возможность, это перепрыгнуть через край. Не перепрыгнув через край, мой фломастер на другой стороне белой полосочки не окажется. Вот это свойство всем понятно? Всем понятно. Что? Несмотря на то, что у нас все белое, да? Видите в какую точку? Откуда вышел, в ту точку и пришел. Не переползая, вот если я одену на руку, увидели? Вот моя ручная полоска. Вот он бегает, 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 бегает и не переползает. Согласны? Нигде не переходил. Правильно? Все это заметили? Все заметили. Хорошо. Ну, теперь пора бы уже и склеить. Значит, вот эта полосочка и вот это кольцо, они обладают одним и тем же свойством. Возьмем вот эту полосочку, на которую я рассматривала. и тоже ее склеим. Смотрите. Когда я склеиваю, я склеиваю красный. Да, вот так. Вот так. Сейчас, минуточку. Вот так. Увидели слой? Итак, вот у меня слой красный. А здесь, если я выверну, выкручу, то будет белая бумага. При этом надо всегда приговаривать волшебные слова. А кто знает? Пожалуйста. Бумага все стерпит. Вот видите, вот она все стерпела. Ей было так трудно, но она смогла, смогла вывернуться, да, чтобы показать вам другую сторону. Замечательно. Сейчас мы с вами попробуем склеить другую полосочку. Возьмем. Вернем ее в первоначальное положение. Видите, как тоже терпит. Все терпит. Итак, вот это у нас колечки. А вот это у нас, посмотрите, получилось действительно объект, который, ну, трудно в наше время не узнать. Это лист Меобиуса. Посмотрим, какие свойства у него. Берем карандаш, ставим, да, и начинаем наше движение по середине. Я не подхожу к краям. Вот карандаш путешествует. Дома у себя тоже пустите. Опять же, разные авторы пускают разных. Вот Игорь Федорович Шарыгин тут показывает картинку, как насекомые тут путешествуют. Кто солдатика пускает, предлагает склеить. Но поскольку время на склеивание солдатиков и запуск божьих коровок у нас отсутствует, нам и надо решать еще и другие задачи, да, то давайте посмотрим. Итак, увидели, что уже близится? Да. Да? Я пришла в ту же самую точку, из которой вышла. Теперь смотрим результат. Посмотрите, карандаш побывал везде. Причем не пересекая границу. Увидели? Какой вывод? Пожалуйста. То, что у ленты не адреса всего одна плоскость. Одна поверхность. Поверхность. Плоскость, это мы говорим, когда гладкая доска, допустим, плоскость, да, плоскость. А здесь поверхность. Одна поверхность. Итак, здесь одна поверхность, а здесь, соответственно, две поверхности. Это всем очевидно? Да. Очевидно. Вот сейчас будем проверять. Итак, вы у себя пометили. Значит, первое, что обязательно дома делаете, первое, это клеите кольцо. Кольцо. Исследуйте его свойства. Тебе лучше взять кассовую ленту, чтобы метровая получилась. Кольцо. А здесь лентами убьются. Третье. Третье. Нам, собственно говоря, эти свойства нужны будут для исследования. Ну вот, чтобы не было так грустно, потому что бывает, что кто-то вот... Я вам сейчас покажу для понятия духа фокус. Итак, белую полосочку бумаги, белую, полосочку бумаги розовой, и еще одну белую. Вот такой вот пирожок у меня должен получиться. Ну, кто им слоеные пироги ел, туркики? Кремовая прокладочка. Всех устраивает? Замечательно. Беру клей и аккуратно, послойно приклеиваю. Белый слой я склею с белым слоем. Так. Значит, тут и все зависит, когда будете показывать от ваших рук. Итак, белый слой я склею с белым слоем. Единственная штука, особенно, когда речь идет о клей-карандаш, про клей-карандаш, тут надо подождать, чтобы убедиться, что он не... не расклеится. Лучше всего ПВА, конечно. Но, к сожалению... Итак, увидели? Первый слой склеила. Все согласны, что поскольку я держу два других блоков в руках, то они не склеились у меня. Склеиваем красный слой. Розовый, говорят многие. Я думаю, что это... Нет. Еще раз. Пусть будет розовый. Пусть будет розовый. У красного много оттенков, поэтому... Итак, давайте посмотрим, плотно ли я склеила. Итак, видите, второй слой. Поскольку у меня проходят пальцы, то очевидно, что они не скреплены между собой. Да? Что я склеиваю послойно. Белый буду склеивать сейчас. Ну, слава богу, он будет верхний, поэтому его удобнее всего приклеить. Итак, вот у нас белый слой. Так. Ну что? Давайте с вами посмотрим, правда ли слои не склеены между собой. Здесь, собственно говоря, все проводится. Можно сделать следующим образом. Возьму линеечку. Увидели? Линеечку взяли вот сюда, внимание. Видели линеечку? Да. Линеечка проходит. Увидели? Да. Вот линеечка проходит. Везде проходит? Да. Значит, вы видите, она, два конца торчат? Да. Значит, ни один слой не склеен с другим. Все согласны? Да. Я согласна. Чувствуешь себя как? Все ли вы хорошо видите? Итак, ну что, нужен один человек? Один человек. один. Ну, давай тебе выпустим. Ну, ты выйдешь еще раз. Просто тут нужна не дюжи, мужская сила. Сейчас он это все рвать будет и метать. Итак, значит, твоя задача. Значит, вы видели, что здесь три слоя, да, склеены. Два белые, между ними прокладка розовая. красная. Итак, молодой человек, ваша задача сейчас. Я все остальное попрошу. Так, бери розовый слой. Как? Руками. Ну да, ну видишь, он же не склеен. Так. Нет, без белого, только розовый. Вот только розовый. Найди, только розовый. Вот так, да? Не, ну тут двумя пальчиками. Все пятерневые белья. Сейчас будешь рвать. Да. Рви. Ну на себя тяни, тяни, эй, ты мне, ну ты все, нет, ты его и посмотрите, а? И розовый, и белый. Так, нельзя тебе доверять рвать. Так, не там рвешь. Надо взять. Ну иди сюда, будешь помогать. Вот смотрите, значит, он решил мне разорвать сразу и все. Давай, держи. Просто держи. Просто держи. Так, вторая рука держать. Вот теперь вторая рука. Давай вторую руку. Вот вторую руку. Взяли. Только розовый слой. Ну давайте, чтобы нам было удобно, а то сейчас получится опять несчастный случай. На производстве хотели розовый, а получилось, что вырвали, как говорится, не тот зуб. Давай, возьмем ножницы, чтобы у меня был слой ровненький. Вы ножницам доверяете? Нет. Нет? Ну все, и вырываем. Вот теперь тяни. Так, 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 аккуратно, аккуратно, аккуратно. Все, вырвал. Молодец. Бери себе на память. Вопрос. Вопрос. Что осталось у меня? Два белых. Два белых. Первая очередь. Три. Три листа. Три листа. У тебя два листа мебиус. То есть, ты сейчас распадется на два листа мебиус. Так, своя версия. На два. Что два? Колечко. Два листа мебиуса. Яков. На один. Один лист. Один. Один лист. Чего? Мебиус. Мебиус. Ты точно уверен? Пожалуйста. Тихо. Да, молодой человек? Две поверхности. Что? Две поверхности. Какой аккуратно. Две поверхности. А какие поверхности? У нас поверхности бывают разные. У нас бывают поверхности этого листа мебиуса, где куда ни крути, одна поверхность. А бывает поверхность, как ни крути, а две поверхности. Какая ваша поверхность? Две поверхности. Кольцо. Итак, ну давайте посмотрим. Итак, взяли. Получили действительно такую перекрученную одну полосочку. Полосочка у нас не распалась. Да? Ну, а теперь будет ли это являться листом, мебиуса обладать теми же свойствами, что лист мебиуса. Это нам просто проверить. Мы посылаем на проверку на задание фломастер. Да? И посмотрим. Если он вернется в ту же точку, пройдя по всем, по всей поверхности, значит, будет свойство ленты мебиуса. Если нет, то будет две поверхности. Да? посылаем. Перекручено несколько раз. Тем не менее, бравый фломастер идет. Вперед. Итак, увидели? Сейчас тот момент, когда мы как раз подходим к начальной точке. Пришли. на другой стороне ничего нет. Чисто. А, следовательно, свойства, которые есть у ленты мебиуса, здесь не выполняются. Да? Это просто несколько раз перекрученное кольцо. Итак, записали себе третий номер, который вы повторяете, безусловно, дома. Третий. О! фокус. Итак, вам понадобится две штуки. Это белая. Белая. Лента. И одна любая цветная. Любая цветная бумага. Соответственно, в результате вашего фокуса, то есть вот у вас один слой белый. Вот у меня белый и может стать красным. Да? Ваши три слоя вы берете, склеиваете. Ну и теперь у меня есть только один вопрос. То, что получилось, наблюдали все. Да? То, что получилось, наблюдали все. Кто может дать обоснование? почему у нас в результате было три, да? Как нам казалось, ленты мебиуса, склеенных, как пирожок, послойно. Когда мы вытащили средний, средний, средний слой, получилось одно, несколько раз перекрученное кольцо. есть идея? Почему так произошло? Ну, зал большой, кого-нибудь да есть. Пожалуйста. Нет, почему? Мы все видим, что перекручивается. Вопрос, почему? Да, пожалуйста. Вы склеили белую с белым. Я белая с белым, и у меня даже секретов не было. Я белую склеила с белой, розовую. склеили вместе. Что? Мы две разные полоски склеили вместе. Две разные? Ну, да. Полоски? Вы же отсчитывали слои. Умеет в виду, что... Надо было наблюдать. Хорошо, никогда не показывайте этот опыт на цветной бумаге. Давайте посмотрим с вами, что же на самом деле произошло. Да? Сейчас многие скажут, конечно же. Итак, взяли красную, голубую, но и вот желтую. Итак, теперь мы уже действительно трудно с такими разными цветами, да? Три разных цвета, три разных слоя должно было бы получиться. На самом деле, что у нас происходит? смотрите, когда мы склеиваем, мы делаем полуоборот. Да? И таким образом, то, что здесь было вверху, синее, в середине красное, а потом желтое, вы видели? Меняется местами и становится теперь сверху желтая, второй слой красный и третий слой, снизу который будет синий. На белой бумаге, разумеется, это не было видно. Теперь, конечно же, я синий склеила с желтым, красный с красным, что позволило ее легко убрать. А вот дальше, опять же, желтый, который стал теперь наверху, склеился синим. И вот теперь, разумеется, удаляя красную полосочку, а я сейчас предусмотрительно не склеила, вечер у нас еще большой, то мы получим, что желтая и синяя полосочки получились бы склеены. Вот у нас длинное такое получилось перекрученное кольцо. Хорошо. Итак, ну, давайте мы с вами перейдем к следующему. Четыре. Четыре. Будем наши опыты не только проводить, проводить всем хочется, да, а вот записывать всем трудно. Самое главное в них еще успевать рисовать. на весь листок расчерчим таблицу. На весь листок. Ну, так, чтобы широко не было. Итак, мы будем брать вот, кольцо это наш объект. Скажите, пожалуйста, когда я склеивала кольцо, я переворачивала полосы? Нет. Я склеивала, как говорится, стык. Правильно? То есть красная поверхность у меня с красной, белая с белой. Стык в стык. Поэтому число полуоборотов, количество полуоборотов, полуоборотов, ноль. На всю страницу? В то же самое время, когда я склеивала ленту мёбиуса, да, увидели, что мне надо было? Вот у нас кольцо, а здесь моя рука совершила один полуоборот. Если было бы целиком, я бы её перевернула, вот оборот полностью, и получила бы опять красная. Увидели? А здесь я получила белая, поэтому у меня бы всего лишь один полуоборот для того, чтобы получить вот такое вот ленточка мёбиуса. Здесь один полуоборот. Итак, давайте посмотрим. Значит, наше кольцо это ноль оборотов, для того, чтобы его исследовать, следует его препарировать. Препарировать. Разрежем строго пополам. давайте посмотрим. Есть предположение, что у нас получится? Да, Да, два кольца. Я тоже вижу два кольца. Итак, получилось, результатом наших испытаний получилось два кольца. результатом получилось два кольца. Мы тоже их зарисуем. Вообще очень полезно математике рисовать умеет. Итак, вот у нас получилось два кольца. Они не сцеплены между собой и они обладают специально делаю цветной бумаги, чтобы нам не тратить времени обводить. Вы можете карандашом дома постараться обвести. Значит, они обладают всеми свойствами кольца. А именно это две поверхности. Отложили. Итак, теперь следующее. Ленту мебиус соберем. Делаем. Я уже сказала, что один полуоборот и режем. Опять же пополам. Итак, ты думаешь, что получится две ленты мебиуса. Одно большое. Мне тоже казалось, что мы как-то уже где-то резали. Одно большое. Одно большое. Закрученное. Давайте не перетрудимся. возьмем. Возьмем. Безусловно, в любом случае мы запишем, что у нас получилось одно кольцо. ленту. оно было перекручено. Вот такая идет восьмерка. Оно одно, оно перекручено. Теперь смотрим, обладает ли она свойством ленты мебиуса или не обладает. То, что она склеена, это еще ничего не значит. Итак, вот взяли точку и пошли. Ну, вот мой путь уже закончился, да? Увидели? Путь уже закончился. Посмотрим на обратную сторону. Там, где была белая, она осталась белой, там, где красная, красная, да? Значит, действительно, свойствами ленты мебиуса не обладает. Вот я откладываю к тем объектам, у которых две поверхности. У которых две поверхности. Замечательно. Дальше давайте смотреть. Можно дальше пойти двумя путями. Можно резать, увеличивать количество разрезов. Можно увеличивать количество объектов. Ну, давайте мы с вами увеличим количество разрезов. Возьмем наше кольцо. Это у нас будет количество по-прежнему ноль полуоборотов. Но мы сейчас разрежем два раза. Два раза. кольца. Скажите, пожалуйста, что у нас получится? Три кольца. какими свойствами будут обладать? Три поверхности. Будут иметь две поверхности. Еще какое свойство? Ну, а какие могут быть? Смотрите, вот если я развязала на три равные части, да, то соответственно, что вы можете сказать про ширину каждого из получившихся колец? В три раза меньше. В три раза меньше, да, в три раза меньше будет. Разумеется. Вот первым уже закончили и вторые поехали. Ну, вот с этим вы угадали, да? Итак, три кольца. Давайте запишем. Три кольца. Ну, собственно говоря, можно. Да, в данном случае здесь была половина длины исходной части. Здесь одна третья длины. Одна третья длины. Ну, и здесь тоже каждая равна половине исходной длины. Замечательно. Как вы думаете, опять откладываю, беру, делаю ленту мебиуса. Ленту мебиуса я прорежу на три равные части. Значит, вот я делю раз, два. мебиус 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 Пожалуйста, ваше предположение. Что получится? Еще раз делаю пол оборота один раз и хорошо склеиваю, чтобы случайно в ходе эксперимента разъехавшаяся итак, не надо мне вот так пожел я не хотя говорить одна большая лента мебиус ну слушай, ну я с тебе бабло зачем ты сюда ходишь? Ты ходишь уже второй год, зачем? Посидеть? Наш? Мне тут компании без тебя хватает. Итак, кто может? Да, Да, Яков, ты? Получится две ленты. Ты считай, что получится две ленты. Здесь где-то у меня будет красный город и на узлок. даже ты считаешь что горний узел? Слушай, а ты это не легендно читался? Ну вообще-то это как бы а что такое горний узел тогда? Узел который нельзя разъехать. узел который нельзя развязать. Ну это легенды все-таки. Мне кажется насчет узла. Еще есть версия? Одна большая лента перевернута еще есть? Получится лента так. А которые вместе можно показать? Так. Артем, я что-то тебя не слышу. У тебя версии есть? Вообще никаких? Ну это хуже всего, у кого нет никаких версий, потому что можно ошибаться, но чтобы совсем ничего не предлагать. Это как странно. у меня уже задумалась. Да, Люля, пожалуйста. Две ленты Меобиуса сцеплены. Сцеплены две ленты Меобиуса. Да, пожалуйста. Большая лента. Большая лента Меобиуса. Ну скажу вас по раду, еще правильно это не прозвучало. У вас еще есть шанс? Да, пожалуйста. Две ленты передучены на 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 передучение сделанное Я вам уже делала замечание? Почему вы продолжаете говорить? Делайте выводы. И один, второй. Да, пожалуйста. Вот ленты перекручены на зерны оборот полный. Перекручены. Так, еще склеены. Склеены. Ну, то есть в одно, да? Что-то. Да, пожалуйста. Два кольца. Два кольца. Но на самом деле, ну все, уже всех опросить невозможно, все хотят, я понимаю. Итак, давайте посмотрим, а что же на самом деле? Ой, сейчас посмотрим, что же на самом деле. На самом деле, у нас вот такая медаль, Елене борется за терпение ее, бесконечное. итак, у нас на самом деле одна перекрученная, да, получилась большая, и одна маленькая тоже перекрученная. Берем фломастер, берем фломастер и смотрим, что же на самом деле, какими свойствами обладают ли эти кольца. Итак, ну, во-первых, значит, у нас была лента меда, давайте ее изобразим. она у нас была перекручена и порезана на три части. Значит, там два разреза. Опять же, посмотрите, как я сделаю. Я сначала провела, потом разрезала. Если вы будете резать, потом думать уже будет поздно. Поэтому лучше приготовиться заранее. Теперь смотрим взяли фломастер, поставили на точку исходную и испытываем. Так, пытается она сопротивляться, потому что большая. вторая. 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 Итак, смотрите уже близко к концу Одну поверхность Соответственно, одна поверхность Увидели? В ту же самую точку вернулись Значит, то маленькое Та маленькая подвесочка Это на самом деле лента Меобиуса Давайте смотреть, что же у нас В большой В произвольном месте Беру точку И продолжаю Путь Опять же, все посредине Помогаю, чтобы мне Бумага перекрученная Значит, у кого есть возможность Сделать то же самое С кассовой лентой Вот, я уже подхожу К началу Увидели? Давайте посмотрим Вы видите, что с обратной стороны Он не прошел Значит, это просто перекрученное кольцо Итак, у нас два зацепленных объекта Ну, все-таки, мне кажется, это не Гурдиев узел А просто два зацепленных объекта Одно из которых Одно из которых Кольцо перекрученное Но по длине удлиненное Да, в два раза А здесь у нас Лентами убился Увидели? Увидели По своей табличке записали Что получилось Зарисовали Итак, значит, это у нас по-прежнему Один Полуоборот И вот у нас получилось Число объектов два На одно кольцо Перекрученное Была повешена маленькая лента Меобиуса Меобиуса И вот так Вот это большое Перекрученное Кольцо 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 А вот этот маленький объект Это лентами убился Вот Безусловно, можно дома резать И не только Три Да? Можно и четыре Раза сделать И любые другие объекты Сейчас мы с вами посмотрим Что у нас получится В других опытах Нарезать мы нарезали Да? Теперь пора и склеивать Три Четыре Пять Пять Будем склеивать Возьмем два кольца Итак, в одном случае У нас будет Два кольца Ну вот давайте Такие вот Нарядные Посмотрим Значит, у нас есть Одна бумага Двуцветная Это для того, чтобы Показывать фокусы И у нас есть бумага И у вас дома есть бумага Покрашенная с одной Только поверхностью Это для того, чтобы Эти фокусы разоблачать Да? Итак, склеили колечко Так, чтобы оно высохло Значит И второе Склеили, видимо, отрюшки Склеили, видимо, отрюшки Ну и неудивительно, что мы будем резать Пополам Вопрос Вы у себя Пока подумайте И предположите Что Что может получиться Итак, одно кольцо Склеиваю с другим кольцом Мне нужно немного времени Точнее, склею, чтобы он схватил Хорошенько В идеале Хорошо бы, если высохло Успело Ну а вы предположите Что будет Если я разрежу Пополам Понимаешь, оно, конечно, все Но не до атомов Поэтому надо сказать, что именно Какие именно объекты будут Пожалуйста Одно Одно кольцо Разрезать Нет, оба Зачем Рез Так резать Да Пара колец Соединенные с другой парой колец Пара колец Соединенные с другой парой колец Что это будет? Это будет два кольца Зацепленные друг за друга И таких будут две пары Я правильно понимаю? Да Значит, кольцо Зацепленное друг за друга И еще такое же Замечательно Так, есть еще предложение Пожалуйста Мне кажется, будет два кольца К которым будет приклеена лента Ну два кольца где? Маш, приклеена как? То есть, если вы беретесь Рассказывать про объект То надо как-то больше информации Назадать Есть ли возможность девочку посадить? Все 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 Итак Есть еще возможности Итак, первое предположение Что будут кольца Папарно сцепленные Их будут четыре Поскольку Каждая Разрежется Пополам Значит, есть Возможность Что будет лента Мебиуса Со двумя приклеенными к ней кольцами Пожалуйста, еще версия Пожалуйста У меня, чтобы литвое кольцо А на него приклеена будет лента Ну То есть, ты хочешь не два кольца с лентой А одно кольцо Нет, два кольца Еще раз Два кольца А как это? Как это? Ну, изобрази, подойди ко мне Я не понимаю просто Два кольца Сейчас я тебе даю Вот, допустим Я тут даже ленту Мебиуса не пожалею Это просто обычная полоска Ну, давай Вот кольцо И вот так полоска будет С таким хвостиком будет Ну, да Так Может быть, может быть Тут все может быть Так, есть еще версии? Еще версии есть? Да Да, пожалуйста Все распадется Все распадется Я уже слышала А что будет? Что будет? Все распадется Что будет? Будет все вот такие вот скрепленные Две Два колечка скреплены Дальше Четыре ленты Четыре ленты Ну, ладно Я смотрю У нас уже Две ленты Хорошо Итак Ну, все уже Я у всех пытала-пытала Пора уже и резать Итак Я режу Первое колечко Значит, у вас До того момента Как я дорежу Есть еще Возможность Есть еще возможность У себя в тетради Записать А еще лучше Нарисовать тот объект Который должен получиться Итак Нарисуйте у себя В тетради Тот объект Который должен получиться Вам надо зарисовать Уже второе кольцо Так что Недолго Осталось Итак Ну что Все уже готовы? Да Все готовы Ну, вроде бы Я уже прорезала Итак Давайте посмотрим Что получилось Итак Клеили два кольца Еще Клеили их между собой Да Развернули Получили Рамочку Ну, телевизор Это тут еще нужно Приложение А рамочку мы получили Вопрос Теперь Кто Возьмется Обосновать Пока Это фокус Но хорошо Что бывает Еще Обоснование Кто возьмется Обосновывать Да, пожалуйста Я Почему так Произошло Резали Резали И пожалуйста Получили Квадратную рамочку Слушаю Вместе Прямо скрепляли Да Мы Мы там Получили Четыре уголочек Квадрат мы получили Да Замечательно То есть все-таки Мы не зря с вами Рисовали Да Давайте посмотрим Действительно Когда мы скрепляли Два кольца Два кольца Давайте посмотрим Как Вот допустим Одно идет Я Стриховочкой Показала Его часть И к нему Приклеено Другое кольцо Я покажу Стриховкой В другую сторону Если у вас Есть возможность Раскрасить Разными Карандашами Сделайте это Поскольку Я действительно Клеила Под углом Девяносто градусов Поверну То Здесь у меня Площадка В сечении Квадрат Безусловно Имеет форму Квадрата Итак То что имеет Форму квадрата То место В котором Я склеивала Два кольца Это безусловно Как от этого Перейти к уголкам Да Пожалуйста Продолжай Мы Мы ведь Каждый Катур Нельзя Да Ровно пополам И таким образом Наш квадрат Сечения Разрезали На Четыре Одинаковых Маленьких Квадратов А у всех Квадратов Как нам Известно Да Углы Равные 90 градусов Поэтому Они Разошлись Эти Четыре Квадратика Да Увидели Четыре Квадратика Разошлись Вот так На просвет Хотя бумага Толстая Но На переменке Поближе Подойдете Увидите Давайте Еще раз То же самое Сделаем С цветной Бумагой С цветной Бумагой Сделаем Ну а Вы пока Думайте А что же Будет Результат Неожиданный Получили Для колец А что же Будет Если Мы Склеим Две Ленты Мебиуса Итак Вот у нас Кольца В заготовочке Под 90 градусов Смотрите Не просто Друг на друг Может быть Что-то Сразу Не увидел Да А перекручиваю Вот так Вот Под 90 градусов И приклеиваю И приклеиваю Для того Чтобы не распалось Потому что Здесь Еще Подклею Значит Нам нужно Чтобы получился Квадрат Значит Все уголки Должны быть Хорошенечко Надежно Прижаты Итак Еще раз Смотрим Теперь уже С разоблачением Хитростей Колечко Одно я Пополам Делю Вот смотрите В принципе Когда вы говорили Что распадется Лента И два колечка Будет Вы сделали Только половину Ты имел ввиду Колечки с лентой? Помнишь С хвостиком Подходил? Колечко С хвостиком Так Значит На самом деле Ты разрезал Только одно колечко Правильно? Потому что На самом деле Второе колечко Оно у нас Разрезалось Но Не как мы резали Посередине Да? А нам нужно Его еще Разрезать Посередине Вот мы его Посередине Разрезали И теперь Увидели Рамочку Да Но два колечка Смотрите Видите Они получаются Параллельные линии Вот эти Красные Увидели? Это одно колечко И другое колечко Это две белые А в уголках Опять же Я думаю Что здесь уже Вообще видно Бумага тонкая Да? Увидели Квадратики? Вот эти Четыре квадратика Занимают Один Второй Третий И четвертый Укол Значит На свет Лампы нету А у вас есть Да? Подойдете Потом посмотрите Итак Ну вопрос остался Не выясненным Как же нам быть Как же нам быть Если у нас Две Ленты Мебиуса Лента Мебиуса Делаем Поворот Еще одну Делаем Ленту Мебиуса Да Может быть И не получится А может быть Получится Это бывает А? Хочешь Что? Вариант ответа Вариант ответа Какой? Круглая рамка А что такое Круглая рамка? Бублик Круглая рамка Что такое Бублик 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 Получится Да Ну Значит Проблема такая Что я Объем Вряд ли Смогу Изобразить С вашего Позволения Пока они Сохнут Я тут Еще сделаю Наверняка Кто-нибудь Не поверит Пойдет Сам Проверять Резать Скажет Елена Борисовна Я тоже Хочу Порезать Мало ли Ты тоже Хочешь Порезать Все котят Тут главное Чтобы она Слиплась Поэтому Для того Чтобы резать Что-нибудь Надо Чтобы Что-нибудь Сначала Кто-нибудь Склеил Итак Есть Одно Только Предположение Или Еще У кого-нибудь Предположение Да Пожалуйста У тебя Какое Предположение Это будет Рамочка Квадратная Квадратная Дальше Теперь все За квадратные Теперь Все решили Что обязательно Будут квадратные Рамочки Есть Есть Еще Версия А Треугольная А что такое Треугольная Рамочка Я просто Не знаю Не видела Ты можешь Пойти Нарисовать Нет Я могу Я могу Ты не предлагал Итак Кто еще Что предлагает Ну вот Всего-то Два Кружка Уже Клей Кончается Да Пожалуйста Видишь Что Круга Значит Поскольку Мы уже Доказали У нас Есть Сечение Это Квадрат Поэтому Когда я Разрежу У меня Уже Получатся Прямые Углы Ну Квадрат Поделить На 4 Части Значит Версия Тем Что будет Круг Она Как-то Не тянет На наш Предыдущий Либо Ты предыдущие Объяснения Не слышал Итак Еще Версия Да Пожалуйста Я Два Кольца Перекрученных Кольца С Прямым Углом Ну Прямой Угол Это точно Будет Или нет То же самое Получится А Кстати Ты Говоришь Сколько Веревочки Не Вейся Да А результат Тот же Самый Разрежет Тебя Елена Борисовна Разрежет Точно Разрежет Да Пожалуйста На последней парте Не слышу Квадрат С перекрученными Сторонами Ну как мне жалко Ты думаешь Два кольца У вас еще есть время А скоро не будет Итак Ну все Господа Мы уже пришли К тому моменту Когда требуется Просто посмотреть Итак Нет Это два Два Сердечка Вот таких Вот Итак Вот таких Вот два Сердечка Да Это девочкам Очень удобно Гадать В день Валентина Да Значит Если Берете Склеиваете Две ленты Меобюса А дальше Выбираете Ну как-то Неудобно Вроде бы Отказать Да Когда танцуют А тут Очень хочется Например Или наоборот Ну очень не хочется Берете Две ленты Меобюса Склеиваете Их Между собой Вы поняли Как Да Ну как Еще раз Показываю Девочки Уже Зантересовались Надо было Сразу Начинать Содья Святого Валентина Да Сейчас Намазываете Одну Ленту Меобюса Приклеиваете К ней Другую Но повернув На угол 90 градусов Так Кто же у нас Тут аккуратно Режет Ну иди Молодец Девочки Заинтересовались Подожди Пожалуйста Сейчас она Потренируется Куда Она Она Сначала Да С большими Больше Или маленькими Нужно Аккуратно Маленькими Хорошо Итак Ну давай Я тебе начну Ты сначала Одну Прорежь Мы не Торопимся Никуда Нас Все Подожду На Держи О Я думала Я одна Замерзла Итак Одну Ленту Меобюса Разрежь Разрезала Чуть-чуть Вон так Одну Ленту Меобюса Разрезала Теперь Другую Вот надо Стой Не важно Тебе не надо Соображать Тебе надо Резать Вот самое Главное Давай Давай Главное Опыт Что человек Надежный Честно Говорит Не знаю Но Выполняю Правильно Режь Посередине Получилось Ну вот Видишь Вот Получились Два Сердечка Я тоже Не верю Тоже Не верю Ну Слушайте Для особо Не верующих Существует Такая передача Как Переменка Да А после этого Остался Другой Сверхи